ВМС США получит новый тримарон. 18 февраля 2019 года военное обозрение ВМС США получит новый тримарон. Будущий боевой корабль прибрежной зоны ВМС США Цинциннати завершил приемо-издаточные испытания в Мексиканском заливе. Судно класса «Индепендентс» ЛСС-20 стало десятым кораблем, построенным «Остл» и двадцатым, построенным в рамках амбициозной программы прибрежных кораблей «Литерал комбат-шип». Источник изображения «Остл-Уэсэй Литерал комбат-шип» разделены на два проекта. За проект «Фриман» отвечает Локхит Мартин. Суда класса «Индепендентс» отличаются конструкции корпуса. Они выполнены в форме тримаронов. Корабли прибрежной зоны должны заменить ВМС-фрегаты Оливер Хазарт Перрии, частично, морские тральщики «Авенджер». Приемо-издаточные испытания являются завершающим этапом перед поставкой корабля на флот, запланированной на это лето. Во время их проведения военно-морской флот провел комплексную проверку автономного варианта «ЛСС» для демонстрации работоспособности двигательной установки, судовых погрузочно-разгрузочных и вспомогательных систем. «Я не могу полностью раскрыть информацию о положительных результатах, достигнутых военно-морским флотом и отраслевой командой во время этих приемочных испытаний будущего». Испытания прошли успешно, и корабль поступит в распоряжение ВМС этим летом, где поставят на службу свои необходимые и экономически эффективные боевые возможности флоту и нации, сказал капитан Майк Тейлор, руководитель программы «ЛСС». После поставки и ввода в эксплуатацию «Цинциннати», портом приписки которого станет Сандиева, присоединится к своим девяти собратьям. Еще четыре корабля того же типа «Остел-Уэсэй» строят на своей верфи в мобиле. Источник изображения «Остел-Уэсэй» концепция, лежащая в основе боевого корабля для прибрежных районов, была сформулирована бывшим министром военно-морского флота Соединенных Штатов Гордоном-Р. «Ингландом» и заключается в создании небольшого, быстрого, маневренного и относительно недорогого члена семейства кораблей. «ДДХ». Точка в рамках этого видения корабль, имеющий модульную конструкцию, должен легко перестраиваться на выполнение различных задач, включая противолодочную войну. «АСВ», противодействие минам. «МСМ», надводную войну. «СИУ» и специальные боевые операции. Благодаря модульной конструкции, «ЛСС» сможет заменить более медленные и более специализированные корабли, такие как тральщики и более крупные десантные корабли-амфибии. Изначально проект был крайне амбициозным, включал в себя постройку 60 судов, однако столкнулся с внутренними трудностями в ходе ее реализации. В частности, на опытных судах наблюдался рост стоимости с 440 миллионов до 1,8 миллиарда долларов за единицу. В свете резкого роста расходов на проект, а также менявшихся требований флота предполагалось его закрытие. Однако впоследствии цену удалось снизить до требуемой, а количество судов, законтрактованных флотом, вначале поднялось с фактически нулевой отметки до 32, а потом вернулось к почти изначальной цифре 52. Суда обоих проектов способны на максимальную скорость в 45 узлов, чуть больше 80 километров в час, имеют дальность хода без дозаправки в 3500 морских миль. Водоизмещение кораблей класса Индепенденс Чуть больше 2600 тонн, на корабле установлено 4 водометных движителя, осадка 4,1 метра. Экипаж корабля состоит из 50 человек. Тримарен способен на своей взлетной площадке и два вертолета. SH-60 Seahawk Несколько беспилотных летательных аппаратов или один вертолет класса. CH-53 Sea Stallion Справка DDX В буквенной классификации кораблей ВМС США так называются эскадренные миноносцы с акцентом на работу по наземным объектам и береговым целям. К этому классу, к примеру, относятся The World 16 февраля 2019 года Право на данный материал принадлежат военные обозрения. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Субтитры создавал DimaTorzok